Сегодня у меня на канале Subaru Forester TS Для обычного человека, конечно, это, наверное, ничего не говорит Это Subaru Forester, который выпускался в ограниченной серии В Россию попало всего 100 штук Тут турбированный двигатель, объем 2,5, 263 л.с. В принципе, так же, как и у обычной S-Edition Коробка тут 5-ступенчатый трансформаторный автомат Все автомобили Subaru Forester TS, которые были выпущены для России Они все 2012 года Соответственно, этот автомобиль тоже 2012 года Владелец этот автомобиль купил 2 года назад То есть в 2018 году, в феврале, сейчас у нас ноябрь 2020 года Купил он этот автомобиль за 870 тысяч рублей И является на сегодняшний день вторым владельцем Я сегодня расскажу, какие расходы потребовались для содержания этого автомобиля Сколько потратил владелец и что он менял в этом автомобиле Также покажу общее состояние автомобиля Покажу салон Ну и обязательно выйдем мы сегодня на трассу Погода вроде более-менее сухая Разгонимся до 100 Посмотрим, за сколько разгоняется этот автомобиль до 100 Сделает он свои паспортные данные или нет По паспорту этот автомобиль до 100 разгоняется за 6,5 секунд Ну а сейчас я возьму камеру Буду поближе показывать кузов и рассказывать про этот автомобиль Что меняли, когда меняли и за сколько меняли Автомобиль покупался, как я уже говорил, в 2018 году Заявленный пробег составлял 85 тысяч километров На сегодняшний день 156 тысяч То есть владелец проехал уже более 70 тысяч километров за 2 года По кузову, как всегда, есть какие-то незначительные нюансы Но начнем вот спереди Видите, бампер чуть-чуть вот в таком состоянии висит Крыло было крашено Крашено первым владельцем Есть сколы Японские автомобили Они славятся тонким окрасом И у них быстро появляются сколы Вот опять же задний бампер облезает Этот бампер был покрашен первым владельцем Ну вот мы тут можем видеть такую вот вмятинку Вот так машина выглядит сзади Две трубы Мы к ним еще вернемся Потому что владелец их уже поменял С этой стороны, опять же, ручки чуть-чуть поцарапаны Краска облезла Владелец даже их, по-моему, подкрашивал Вот мы можем видеть китайские лампочки Наверное, любители Subaru сразу скажут Что тут диски должны стоять другие Это всеми любимые Воссаны Владелец их докупал Это 19-го радиуса колеса Размер 19 245 на 40 Вот эти колеса ему обошлись 38 тысяч рублей в месяц шиномонтажа Он купил бушные диски И купил новую резину Goform По отдельности, к сожалению, он цены не понял Золотые колеса Родные оригинальные Subaru Которые более легкие В отличие от других дисков Владелец их поставил на зиму На зиму он также купил зимнюю резину компании Yekogama Семнадцатого радиуса За 24 тысячи рублей Средняя цена передних накладок комплект Две с половиной тысячи рублей Он поменял их четыре раза Всегда стоят разные компании И то, что есть в наличии Никогда на название внимания не обращал Вот мы видим иероглифы Попробуйте определить, китайские это иероглифы Корейские или японские Тормозные диски стоят родные Передние он еще ни разу не менял В отличие от задних Задние тормозные диски он поменял Поставил компании Brembo Тормозные накладки тоже поставил компании Brembo Задние тормозные накладки он поменял всего лишь один раз Еще поменял он колодки ручника Колодки ручника стоили полторы тысячи рублей Название компании не помнят Диск, как я уже говорил, Brembo Стоили пара пять с половиной тысяч рублей Комплект накладок Brembo стоил три тысячи рублей За работу у него всего лишь взяли две тысячи рублей В разных городах цены разные И работы выполнялись в обычном сервисе Не в каком-то там именитом сервисе А вот в обычном гаражном, скажем так, сервисе Это все выполнялось Потребление масла практически нет Максимум заливает от замены до замены пол-литра масла То есть это можно сказать для турбированного двигателя Тем более для такого мощного двигателя Что практически нет расхода масла Меняет масло каждые семь-восемь тысяч Масса заливает компании Edomitsu 5х30 Заходит примерно 4,2 литра Четырехлитровая упаковка Edomitsu стоит 1800 рублей Ремкомплект ГРМ с натяжителями и с ремнем Ему обошлось 10 тысяч рублей Обращаю ваше внимание, это было в 2018 году По работе у него взяли 5000 рублей Сразу же он сделал промывку дроссельной заслонки Это ему обошлось 1000 рублей И сразу же он поменял свечи Свечи он купил 4 штуки за 3128 рублей Так как тут мотор оппозитный Именно чтобы вот эту свечу поменять Нужно приподнять двигатель И трудоемкая работа Но у него за это взяли опять же Всего лишь 1000 рублей Потому что обслуживается в одном и том же сервисе Уже давным-давно В этом году он сделал ремонт рулевой рейки Ему это обошлось в 23 тысячи рублей Это работа плюс запчасти Отсюда его не видно Владелец еще поменял тут стартер В этом году Покупал этот стартер он за 6000 рублей Не оригинальный стартер Китайский Поменял он его сам Поэтому он на этом сэкономил По ходовой передней части В 2019 году поменял стойки стабилизатора Пара стоила 1200 рублей Он говорит, что это был оригинал Но чуть-чуть сомневается Потому что цена все-таки Слишком дешевая кажется И поменял втулки стабилизатора Втулки стабилизатора Пара ему обошлось 500 рублей Потом он поменял с двух сторон Шаровые по 650 рублей Сомнительной компанией GTR поставил У него правая сторона Снова засучала там буквально через полгода И он уже поставил на вторую сторону Вы не поверите И тоже компанией GTR По задней оси Владелец поменял опору редуктора Попробую показать Вот эта штука Опор редуктора По цене Это ему обошлось 8600 рублей Менял сам Видите? Владельцы Subaru Какие рукастые Все сами меняют Сейчас расскажу Что дополнительно устанавливал сюда владелец Как мы можем видеть Чуть-чуть фонари задние затонированы Тонировка ему обошлась 2500 рублей При покупке у него на этом фонаре Вот здесь была трещина Он этот фонарь поменял Ему фонарь обошелся в 2500 рублей Боушный Отполировал фары И поклеили ему защитную пленку Одну фару отполировать И поклеить пленку Стоит 1500 рублей Вот мы тут можем видеть Есть чуть-чуть уже изъяны На лобовом стекле есть Атермальная тонировка Тонировка ему обошлась в 5000 рублей Так вот выглядит салон Машина опять же С пробегом уже более 150 тысяч километров Есть естественный износ Боковины конечно чуть-чуть продавлены уже Заметно Ремень Ремень В нормальном состоянии Для любителей спорта Кнопка запуска автомобиля Выведена в левую сторону Вот такие вот педали Вот в таком состоянии Находится руль Владелец жаловался На шумоизоляцию автомобиля Он сюда сделал дополнительную шумоизоляцию Не разбирали только панель И не разбирали потолок Сделал полную шумоизоляцию За 22 тысячи рублей С полным разбором салона Так вот выглядит заднее сидение Опять же видим износ автомобиля Все-таки владелец ездит Поэтому вот такие вот дела Машина достаточно большая внутри Тут можно спокойно сидеть Рост у владельца под 180 сантиметров И вот вы можете видеть Сколько тут еще расстояния Владелец тут поменял головное устройство Оригинальное головное устройство было с маленьким экраном Поставил вот бушное вот такое вот устройство Которое читает DVD Где есть навигатор Ну и сразу к нему же относится Вот этот сабвуфер И усилитель пионер Все это ему обошлось в районе 10 тысяч рублей Такой вот багажник просторный Мы видим как тут красуются Две огромные банки сзади Вот эти глушители Владелец заказывал из Москвы За 9 тысяч он в общем продал Свои оригинальные глушители И поставил вот такие вот Новые глушители Которые заказал из Москвы Сейчас я покажу где они соединяются Купил их по 3 500 Все отлично Самое интересное друзья На этом автомобиле нет датчика дождя И нет датчика света Странно да Вроде бы машина Наворочена Но элементарных вещей тут нет Владелец купил резиновые коврики 4 900 Комплект ему обошелся Ротные у него Стоят Тряпичные Тряпичные используют только летом В принципе я тоже так же делаю Это удобно Наверное это все по затратам Сейчас вы на экране увидите Сколько потребовалось денег Чтобы содержать этот автомобиль По расходу топлива забываю сказать Расход топлива у этого автомобиля 15 литров на 100 километров Это по городу Город, набережные, челны Все города разные Во всех городах Разные движения Где-то есть пробки Где-то пробок нет По трассе этот автомобиль расходует 10-11 литров Не стоит забывать про транспортный налог Во всех регионах Разный налог Но у нас в регионе В Татарстане Около 40 тысяч рублей в год Есть кстати автомобиль Примерно таких же годов 230 лошадиных сил Вы можете купить тот автомобиль Если не хотите переплачивать за налог 230 лошадиных сил Все-таки не 263 Но там вы уже не получите Такую спортивную машину Это будет обычная гражданская машина На том автомобиле Будет 4-ступенчатый автомат И скорее всего За счет этого Тот автомобиль Будет расходовать топливо Даже больше чем этот Сейчас мы выедем на трассу Посмотрим Сможет ли этот автомобиль Показать свои паспортные данные Или нет Программа Программа Лучшее время вы увидели Все-таки мы не смогли показать заводские показатели 6,5 секунды Но 6,8 мы все-таки с двух педалей Достигли такого результата Возможно если еще дальше мучить машину Возможно можно и 6,5 Ну на сегодня это все По расходам я все сказал по этому автомобилю По разгону вы тоже все увидели Всем пока, берегите себя Беречь автомобиль свои тоже не забывать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok